Исраэль Адысания против Алекса Перейры. Поединок двух лучших ударников в дивизионе, а может быть и во всем UFC. Когда мы говорим об этом поединке, то представляем, как сложится данное противостояние. И, конечно, каждый из вас думает, что оно пройдет в стойке. Так думаю и я. Но Алекс Перейра провел всего три поединка в UFC, а в целом у него семь боев. И, конечно, этого не может быть достаточно для того, чтобы считаться главной угрозой для Исраэля Адысания, у которого опыта гораздо больше, в особенности чемпионских поединках, и который не знает поражений уже давным-давно. Тем не менее, Исраэль Адысания – это боец, который успешно адаптировал свой стиль кикбоксинга в ММА. Особенно, если мы вспомним его поединок с Келвином Гастовым, после которого он как раз и стал самым скучным бойцом дивизиона. Алекс Перейра прибыл именно для этого, для того, чтобы разбудить публику и разбудить самого Исраэля Адысанию. И наверняка у него это получится, с учетом того, что два поединка он с ним уже проводил и, как многие полагают, выиграл. Если мы на самом деле внимательно посмотрим те два боя, то поймем, что в обоих случаях Исраэль Адысания побеждал, но до определенного момента. В первом поединке до момента, пока не огласили результат, а во втором – до момента, пока он не пропустил боковой удар. И, конечно же, у Алексе Перейры такой шанс снова будет – победить нокаутом, но никак не решением судей. Опять же, повторюсь, потому что у него просто нет опыта в пятираундовых поединках и просто потому, что он не такой быстрый и шустрый, как Исраэль Адысания. Если говорить о прогнозах, то я считаю, что Исраэль Адысания должен одержать победу по очкам, потому что его стиль, который он, опять же, повторюсь, адаптировал после поединка с Келвином Гастовым, подразумевает, что он будет набирать очки в каждом раунде и избегать прямых столкновений с Алексом Перейрой, который будет искать шанс снова нокаутировать оппонента. Так что я ставлю на победу по очкам в пользу Исраэля Адысани.